Разбираем, за что не должны платить собственники квартир. Им ведь нередко приходится слышать, что раз они собственники, то они обязаны оплачивать и капремонт, и налоги, и содержание общедомового имущества и так далее. Поэтому, полагаю, интересно будет узнать, за что владельцы жилья все-таки платить не должны. Приведу несколько примеров из судебной практики. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Первое, за что не должны платить собственники квартир, это за содержание и благоустройство при домовой территории. Разберем пример из судебной практики. Управляющая компания несколько лет выставляла собственникам помещений в многоквартирном доме дополнительный счет за содержание и благоустройство земельного участка, то есть при домовой территории. Но один из жильцов с этим не согласился и, ознакомившись с копией протокола общего собрания собственников, он выяснил, что решение об утверждении тарифа за оказыванную услугу не было принято. Тем не менее, управляющая компания отказывалась делать перерасчет и гражданин обратился в суд. Дойдя до Верховного суда, он все-таки добился, чтобы плату за содержание земельного участка признали незаконной. Поскольку по правилам 491 перечень работ и услуг в рамках содержания общедомового имущества, в том числе порядок их финансирования, утверждается на общем собрании собственников. Поэтому в отсутствие решения собрания об одобрении тарифов на содержание при домовой территории, управляющая компания не вправе выделять такую услугу в отдельную статью расходов и взимать за это дополнительную плату. Ссылка на определение суда оставили в описании к видео. Второе. За что не должны платить? Закат, ремонт и поверку общедомовых счетчиков. Собственники квартир не обязаны оплачивать ремонт и поверку общедомовых счетчиков. Эти расходы возлагаются на управляющую компанию. Такие разъяснения недавно опубликовал Минстрой России. Если управляющая компания требует от жильцов дома собрать дополнительные средства, к примеру, на ремонт общедомового счетчика, стоит напомнить ей следующее. Согласно правилам 491, установка, ввод в эксплуатацию, а также обеспечение надлежащей работы общедомового прибора учета, в том числе осмотры, техобслуживания, поверка и так далее, включаются в содержание общего имущества дома. За исключением лишь счетчиков электроэнергии, которые обязаны содержать гарантирующие поставщики. Поэтому ремонт общедомового счетчика является непосредственной обязанностью управляющей компанией в рамках заключенного с собственниками договора управления домом. И взимание за это дополнительной платы жильцов незаконно. Статья 161 ЖК. Третье. За неработающий лифт жильцы также не должны платить. Поскольку лифт является частью общедомового имущества, за его содержание собственники не должны платить управляющей организации ежемесячно. Однако, если работы по содержанию и ремонту общего имущества дома выполняются некачественно, то согласно правилам 491 полагается снижение платы. Таким образом, в тех случаях, когда по вине управляющей компании лифт вышел из строя, собственникам обязаны вычесть из счета за содержание лифта период простоя и сделать соответствующий перерасчет. Эта позиция подтверждается как органами Государственной жилищной инспекции, так и судом. Ссылка в описании. Причем не должны оплачивать период простой лифта все собственники помещений в доме, вне зависимости от того, в каком подъезде он не работал. Идем дальше. 4. Вы не должны платить за моральный вред, причиненный своими квартирантами. Костационный суд заступился за собственника квартиры, который сдавал ее в аренду. Сосед потребовал взыскать с хозяина моральный вред за то, что квартиранты бросали окурки на его балкон, а табачный дым попадал в его квартиру, и вся его семья была вынуждена им дышать. Однако суд постановил, что собственник не обязан оплачивать моральный вред за своих квартирантов, если его личной вины в нарушении прав истца на здоровье нет. Платить должны непосредственные виновники правонарушения, то есть квартиранты. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.